И сегодня я опять же продолжу темы серии проповедей, которых я посвящал, проповедовал. И давайте сегодня размышляем на следующий момент. Я думаю, каждый человек хочет жить счастливо. Каждый человек на протяжении своей жизни выстраивает свое мышление, как жить, как поступать так, чтобы в его жизни все сложилось более-менее хорошо. Многие люди, они придумывают различные идеологии, коммунисты говорили, что если не будут богатых, и все будут жить по философии коммунизма, будет все хорошо. Но на самом деле мы увидели, что они ошибались. Потому что в ихней идеологии было много заложено в том, что если ты не согласен с нашим мировоззрением, тебе надо гулаг, тебя надо расстрелять и так далее. Были репрессии, капиталисты тоже, либералы, разные, разные люди высказывали свои идеи, как человеку и обществу надо жить. И мы так или иначе слушаем этих до сих пор идеологов. Сыриновского, Немцова, Зюганова, еще каких-то... Ну, это же тоже религия. Философия жизни — это религия. Религия, по которой человек живет. Мы слушаем, мы где-то в чем-то верим, но иногда мы верим просто в лозунги. Но мы знаем, что наш Господь есть Царь. И мы однажды придем в Царство Божие. И там тоже есть философия жизни, там есть политика жизни. И когда Иисус учил нас молиться, говорит, молитесь так, да придет Царствие Твое на земле, как и на небе, то иными словами, когда Иисус пришел и принес Евангелие, Он показал, на чем стоит Царство Божье. И поэтому мы как верующие, мы верим уже ни Зюганову, ни там Жириновскому, ни какому другому какому-нибудь хорошему там, не был бы политик или еще что-то. Мы верим нашему Спасителю Господу Иисусу Христу. Мы верим, что если мы будем жить по-христиански, мы верим, что Царство Божие придет в нас. Тогда оно придет в наши дома, оно придет в наши семьи. И чем больше Царство Божие будет проникать в жизни людей, тем мы больше будем видеть, как изменяются наши города, как изменяются наши страны. Потому что я на 100% убежден, что единственная возможность, почему, как можно спасти вообще наш город, нашу страну, это только через принятие Господа Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и следовать за Ним. Принять Царство Божие в свою жизнь, позволить ей развиваться. И когда Царство Божие развивается в твоей жизни, тогда оно начинает, через тебя начинает происходит благодать, благословение начинает преизбыточивать на других людей. Аминь. И из чего начинается вообще наша жизнь крестьянская? Потому что, ну вот, к сожалению, мы можем, как вот однажды, один из умных людей сказал, Россия, она крестилась, но не просветилась. Слышали такое выражение? Россию крестили, но не просветили. И вот, и ты сегодня очень многих людей можешь столкнуться с этим. Когда ты скажешь, что ты верующий, он скажет, да, я верующий. Он может даже вытащить крестик тебе показать. Он может сказать, что я посты соблюдаю. Но когда ты начинаешь говорить о, глубже копать, о основах христианской жизни, о целях христианской жизни, о том, о чем Спаситель учил, то ты видишь, что он далеко-далеко не просвещен. Он вообще далеко-далеко далек от Евангелия, от его слова. Его жизнь вообще далека. Я думаю, вы таких верующих масса сегодня встречаете. Может быть, кто-то из вас сам таким верующим является. Да, я верю, но живу так, как понимаю, надо жить. И вот, откроем. Матфея 11 глава. 28-29 стих. Я думаю, вы многие знаете наизусть эти стихи. Иисус говорит такие вещи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Придите ко мне. Первое, да, условие, надо прийти к Иисусу». Вот вы молодцы. Вы пришли к Иисусу. Потому что Иисус есть глава церкви. И не может человек говорить, мне не нужна церковь. Не может. Не может рука сказать, мне не нужно тело. Или палец сказать, мне не нужно тело. Не может это. Потому что если руку оторвать или палец, он засохнет. Аминь. Поэтому надо прийти к Иисусу. Надо признать, что тебе нужен Господь. Если у тебя в жизни обременен трудности, тебе нужен Господь. И чтобы Господь тебя изменил, надо взять Его иго на себя. Научиться от Него. И чему первое мы должны научиться у Иисуса, это кротости и смирение. То есть первый урок вообще христианской жизни, он сказал, кто ко мне приходит, он должен научиться кротости и должен научиться смирению. То есть, иными словами, покуда в твоей жизни ты не научишься кротости и смирению, ты ничему не научишься. Дальше какое-то твое религиозное образование, дальше знание твое, оно вообще просто тебя превратит в фарисея, в религиозника, который будет говорить, как Иисус говорил, вы гробы окрашены, но внутри вы полны гнидя. То есть христианство, оно говорит о том, что прежде всего это не внешнее преобразование, это внутреннее преобразование. То есть Бог меняет нас изнутри. Бог приходит в нашу сердце, Духом Своим Святым восседает на престоле нашего сердца и меняет нас изнутри. И когда внутри поселяется Бог, то и внешнее обстоятельство начинает меняться. Человек меняется сначала внешне, потом мы можем видеть, меняется его семья, меняется его окружение. Почему? Потому что христианство это внутреннее преобразование. И первый урок это научиться кротости и смирению. То есть еще одно местописание мы откроем, и мы вот вокруг этих стихов будем ходить. Лука, 17 глава. Лука, 17 глава. Вообще, кто из вас может сказать, что я кроткий и смиренный? Лес рук. Старайтесь. Да, вообще, у вас должно быть всегда, знаете, какое-то, это, конечно, труд. Быть смиренным и кротким человеком, это огромнейший-огромнейший труд. Это большущий труд. Иисус сказал, спасайте души ваши. Потому что если мы каким-то вещам не научимся сесть на земле, мы можем удивиться, когда будем говорить, Господи, не Твое ли имя прославляли? Не Твоим ли именем бесов изгодяли? Он говорит, отойдите от меня. Я не знаю у вас, делающие беззаконие. То есть, представляете, некоторые обломятся. Придут на небо, а двери закрыты. Мне сестра, я сейчас разговаривал, говорю, я говорю, вот у меня пришла мама сегодня на собрание. Она монашка православная. Ну, я думаю, что громкость музыки ей, наверное, не нравится. Но когда проповеди мои слушала, ей нравилось проповеди. Сейчас не знаю, понравится ли ей это проповедь. И вот меня спросили, а у тебя еще сестра есть? Ну, я говорю, кто-нибудь есть? Я говорю, сестра. Она тоже такая верующая? Я говорю, нет. Сестре, наверное, надо ад увидеть на минут 10 секунд хотя бы. Потому что благодать и милость ей столько было дано от Господа. Но она еще всем сердцем не горит. Но я верю, что однажды и она. Потому что есть обетование, спасешься ты и весь твой дом. Аминь. Итак, Лука 17 глава, открыли, да? Был же спрошен фарисеями, когда, 20 стих, когда же придет Царство Божие? Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. То есть, вот, что сделали коммунисты? Они что говорили? Если все будут жить так, однажды вы увидите, как будет все классно. То есть, они говорили, вы увидите Царство Божие, иллюзию. И люди детей не воспитывали, в садики отдавали. Убивали кучу людей за эту глупую идею. Мы полностью разрушили мораль, церкви, храмы посносили. Прошло поколение, два, и мы пришли в тупик. Потому что Царство Божие не придет приметным образом. И не скажет, вот оно здесь, или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Вот смотрите, Царство Божие, оно внутри нас. То есть, есть внутри нас сундучок, есть внутри нас клад, есть внутри нас сокровище, это под названием Царство Божие. Оно внутри нас есть. Но надо его открыть. Вот надо это сокровище, этот сундучок, этот лайк, эту жизнь, подобрать ключик, чтобы оно открылось. Ну, у меня есть кабинет, и у вас у всех есть ключи, но не у всех подойдут к моей двери ключи. Скорее всего, ни у кого не подойдет. Если вы только не профессиональный вор. Но мой ключ обязательно подойдет, он обязательно откроет. И вот какой ключик надо, вот такой ключ, чтобы открылось Царство Божие внутри. Чтобы действительно праведность, радость и мир пребывали в нашей жизни. Чтобы мы наслаждались благословениями, присутствием Божиим. Чтобы мы могли, как Давид, сказать, всегда я видел, я деснуя себя Господа. Так вот, первый ключ, который вообще Господь говорит, через что открывается Царство Божие? Это кротость и смирение. То есть, если ты будешь перед Богом кроток и смирен, то Царство Божие начнет развиваться в твоей жизни. А в чем нужно быть кротким? В чем заключается жизнь Царства Божия? Жизнь Царства Божия заключается только в одном главном принципе. Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепости твоей и ближнего твоего, как самого себя. Любовь является источником, через что Царство Божье распространяется в нашей жизни. развивается в нашей жизни. Мы все с вами знаем, что Бог есть любовь. Вот возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Как мы можем возлюбить? Очень просто. Кто любит меня, тот ходит по западе моим. По заповедям моим. То есть, иными словами, мы должны стараться жить по заповедям. То есть, когда мы прилагаем усилия жить по заповедям, тем самым мы показываем, что мы любим Господа. когда мы начинаем жить по заповедям, мы начинаем видеть, как много внутри нас небожиего. Вот я замечаю многие людей, особенно, которые недавно в церковь пришли. Когда начинают говорить, что вы грешники, они говорят, а что мы грешники-то? Как мы грешники? Если хочешь узнать, что ты грешник или не грешник, я тебе предлагаю одну неделю взять обед, жить только по заповедям Божьим. Вот возьми на одну неделю и живи по заповедям. Люби людей. Не ругайся. Делай добро людям. Улыбайся. Откажись от эгоизма. Откажись от гордости. Прощай, даже когда тебя матерят. Людей. Не отвечай злом на зло. Читай Библию. Молись. Расславляй Господа. И евангелизируй. Всякую работу, какую хочешь делать, делай, как для Господа. Я просто, просто не прелюбодействуй, не кради. Не лги. И ты сразу увидишь, как много в тебе того, ничего не является Божьим. Нам легко осудить человека. Нам легко просто вот, а, вот это наркоман, а, вот это бомжи, а, вот это алкоголик, пьяный, несчастный. Ну, когда начинаешь смотреть на людей, вот даже те, которые осуждают других людей, у них у самих столько гордости, столько непрощения, столько злости, серебролюбия, осуждения других людей. стоишь, думаешь, у этого просто, может быть, один наркотик, или один алкоголь, а у этого целый букет. Ему только в одном надо спастись, а у тебе надо вообще. И самое главное, наркоман, может быть, алкоголик, может быть, понимает, что он грешник. А сколько людей, богатых, успешных, которые вообще не думают, что они все в порядке у них вообще. Им вообще Иисус не нужен, Спаситель не нужен. Ну, давайте посмотрим, какой исчезди у нас мир происходит. Я посмотрел в Ютубе ролик, человеку стало плохо. Ну, люди решили просто эксперимент сделать. Сколько людей подойдет, если человек упадет на улице? Прошло 15 минут, чтобы один подошел и спросил, с вами что-то есть? Человек лежит, за сердце хватается, все. 15 минут прошло. На оживленной улице все просто проходили мимо. Это показывает, какое наше сегодня общество. Не наркоманы шли по этой улице, не алкоголики шли по этой улице, это шли нормальные люди. И если с ними начнешь разговаривать, они скажут, я нормальный человек, да мне крестик есть. Но милосердия и сострадания нету вообще. Любви к ближнему нету вообще. А кто не любит брата своего, тот лжец и истины нет в нем, так сказал Спаситель. То есть, иными словами, самое страшное, это быть в церкви и не быть неспасенным человеком. То есть, первое, что мы должны научиться, это смирение, это вот осознать, насколько велик Бог и насколько какие мы. Все, кто пророки видели Иисуса, или Господь являлся, Исаи, когда Господь пришел, он говорит, я человек грешный, с нечистыми устами. Когда вы видели, когда они сталкивались с Богом, они видели, какой Бог и какие они. И чтобы вот по-настоящему, знаешь, осознать, какой ты, надо сначала узнать себя. Почему в Библии сказано, вникаясь в себя и в учение, занимаясь с ним постоянно, так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть, вначале надо увидеть себя. Вот когда ты принимаешь, пришедешь и говоришь, пастор, я покаялся, что делать? Живи по заповедям. О, аллилуйя! И потом начинаешь жить по заповедям, и ты видишь, что, а ты не можешь жить по заповедям. Ты сталкиваешься с тем, что ты вообще не можешь жить по заповедям. Ты каким-то вещью ты можешь, там, может быть, ты никого не убиваешь. Ты говоришь, я не убил. Но когда Иисус говорит, ну, если ты, на человека гневаешься, на человека материшься, зла человеку желаешь, ты уже убийца. Ага! Ну, понимаешь, ты должен начать вот работать с собой, настолько смириться, чтобы жить по заповедям. И когда ты начинаешь ходить по заповедям, что начинает происходить? Ты начинаешь ясно понимать, кто ты. Ты начинаешь ясно понимать, что ты не можешь сделать. Ты начинаешь ясно понимать, Что тебе нужен Бог Тебе нужна сверхъестественная помощь Чтобы тебе измениться Вы знаете Нам всем нужен Бог Потому что Библия говорит Кого Бог освободит Тот истинно свободный будет То есть я помню в своей жизни Что мы с женой прям спорили Она говорит Да ты чтобы материться бросил Да такого не будет И мы прям спорили на Сникерс Что я один день Это все сила воли Это все воспитание Один день я материться не буду Вот смотри Я всегда ей проигрывал И когда я покаялся в церковь Я начал человек Пришел к Богу искренне Я начал проповедовать Проповедую и там Нафиг зафиг Аллилуйя Проповедую с матами Кто-нибудь когда-нибудь проповедовал с матами Мне говорят Ты же веруешь Ты что материшься Я такой раз И обломился Я понимаю Если я должен проповедовать Я должен что-то делать с матами Но я уже столько раз Работал над собой Чтобы не материться Что я понял Что я это не могу Я пришел Стал на колени Я говорю Господи Если ты мне не поможешь Избавиться от этого То я буду всегда тебя позорить Пожалуйста Помоги мне в этом Помоги мне Господь Помоги мне Господь Очисти мои уста От всякой Нечести Я утром проснулся И разговариваю с женой И вот Заикаюсь Я думаю Что я заикаюсь Раньше язык подвязан На все А тут заикаюсь Я ловлю У меня маты исчезли Бог за одну ночь Почистил Весь словарный запас А люди Бог может делать чудо Бог есть Бог чудес Понимаешь Покуда ты не смиришься Ты не получишь чудо от Бога Но чтобы тебе смириться Тебе надо узнать Какой ты Вот какой ты Вот я вам честно могу сказать Даже сегодня Самый большой Знаете какой вызов нам Иисус Господь сказал Давайте еще одно место Писания Ай-яй-яй Исход 20 глава Не делай себе Четвертый стих Не делай себе кумира Никакого изображения Того что на небе Вверху И то что На земле внизу И что в воде Ниже земли Не поклоняйся И не служи им Я Господь Бог твой Бог ревнитель Наказывающий детей За вино отцов До третьего и четвертого рода Ненавидящих меня И творящий милость До тысячи родов Любящих меня И соблюдающим Заповеди мои Знаете Благословение наших детей Наших внуков И праправнуков Оно зависит от того Что если мы Любим Господа И соблюдаем Заповеди Его Вот вы знаете Если мы не соблюдаем Заповеди Божьи Мы становимся Богопротивниками И проклятие Вот этого Бунта Оно переходит На наших детей Вот Представьте Какое сегодня Вот мы Как бы Выросли Неверующих семей Наши родители Не ходили в церковь Нас не водили Библию с нами Не читали И по заповедям Божьим не жили И если ты будешь Внимательно Смотреть на себя То ты увидишь Что ты перенял Негативные черты Своих родителей На себя Все что Было в тебе Все что Ты взял Это у родителей Ты генетически Просто это взял Просто это принял И они говорят О Петрова сын А почему Петрова Да так же себя ведет Как Петров Аминь И представьте Как нам надо Сейчас работать Над собой Чтобы наши дети Перешли Было разрушено Проклятие наших отцов Наших предков И чтобы наши дети Перешли в благословение Представляете Как нам надо Сегодня начать Работать над собой Чтобы жить по заповедям И чтобы дети наши Видели Что мы живем по заповедям Как нам надо Работать Не осуждать Дома никого Ведь ну в принципе Внешне То мы всегда Ребята Ну внешне Мы всегда Себя Показываем Хорошую часть Себя Мы же внешне Себя Мало кто Судит Себя Мы все Любим Это хорошо Но надо быть Надо знать Себя Какой ты И если ты Знаешь Что если Это в тебе Есть Это будет В твоих Детях Если в тебе Это нет Это в детях Не будет То есть мы Сегодня говорим О том Если мы Осознанно Пришли к Господу Если мы Осознанно Пришли к Христианской жизни Если мы Осознанно Хотим Чтобы Бог Был царем Нашей жизни То давайте Ну не играть В религию Не играть В церковь Не играть В верующими Давайте внимательно Посмотрим А кто мы Если мы Хотим Чтобы Бог Был Господом Нашей жизни Царем Нашей жизни Благословил Контролировал Благословил Наших детей Наших внуков Чтобы все Было хорошо Давайте Вникнем Вот я Смотрю На своих детей Я видел Они как Принимают меня Как хорошие вещи Так и плохие вещи Вот я Упрямый Такой Где-то Вот знаете Амбициозный С моей У Насти То же самое Ду-ду-ду-ду Ду-ду-ду Такая Ну 16 лет А вы знаете Что еще Проклятие Оно прогрессирует Оно умножается Когда Каин Убил Авеля Что было Всякий Кто убьет Каина Проклятие умножалось Ты просто Распутно жил А твои сыновья Пошли в наркотики Почему Проклятие умножилось Ты людей Ненавидел А сын твой Начал Убийцей стал Почему Ты их в мыслях Убивал А он это А это у него Умножилось У нас Я сейчас смотрю У нас Маргинальное общество На самом деле Опрос провели Я даже Я в шоке был А Вы знаете Вот это Как его Вот Что столько людей Готовы убить Пойти на войну И убивать Не анализировать Просто вот посмотрели Зомбоящик Телевизор И они даже Не задали вопрос Христианская позиция Не христианская позиция Они просто уже готовы И идти И убивать Не посмотрели Духовную точку зрения А что Господь По этому поводу думает У меня жена Жене Парень Из нашей церкви Был день рождения Сказал Ольга Валентиновна Что вам подарить Она говорит Ну придумай Что тебе подарить И он На старом мосту Ну высотник Он написал Бог любит тебя Ездили Видели Такую надпись Это вот Богдан у нас Написал Подарок Жене Вот просто Бог любит тебя Он там Не назначил Там Оля Матюшов Не надо Он просто Бог любит тебя Вот знает И вот эту фотографию Повесили В обсуждение В обсуждение В городской чат И там начали Это какие-то Монахини Альпинистки сделали И кто-то Та-два А другие И знаете Очень мало Позитивных Комментарии Что надо же Человек Просто сделал Такую надпись Не только Человеку Он Все читает Все видят Эту надпись А один даже комментарий написал, это, скорее всего, сектанты сделали, их вообще истреблять надо, их убивать надо. Они все начинают это все делать. И я стою, думаю, простая надпись, Бог любит тебя, а столько агрессии. Общество, на самом деле, очень сильно деградировано. Она абсолютно немилостливая, она абсолютно злое. Я думаю, я вам этот самый, как говорится, не открываю вам этот, как его, космос. Вы сами живете, вы сами это видите. И чтобы общество стало меняться, надо измениться нам. А как нам-то надо познать себя? Нам надо познать себя. А как ты можешь познать себя, если только будешь жить по заповеди? Ты сразу увидишь, что тебе сложно не прелюбодействовать. Ты сразу увидишь, что тебе сложно не пожелать ничего, что у ближнего, не завидовать. Ты сразу увидишь, что тебе сложно любить родителей. Ты сразу увидишь, что тебе сложно любить Господа. Ты себя увидишь. И когда ты себя правильно увидишь и правильно оценишь, тогда ты начнешь меняться, тогда ты действительно по-настоящему придешь к Богу и будешь говорить, Господь, мне нужна твоя помощь, мне нужна твоя помощь, помоги. Тогда будет действительно не лицемерная молитва, не лицемерная вера, а тогда будет действительно по-настоящему искренняя молитва и искренняя вера, потому что ты увидишь, что тебе надо меняться, как апостол Павел говорит, чего хочу делать, не могу делать, я чего ненавижу делать, делаю, бедный я человек. Кто мне поможет? Кто избавит меня от всего тела плоти? И он говорит, благодарю Господа моего, Иисуса Христа. Поэтому живые отношения с Богом выстраиваются, когда ты знаешь, в чем тебе надо меняться. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, помоги, мне нужна твоя помощь в этом. Мы иногда, знаете, мы рисуем Господа, как вот, Бог есть любовь, Он меня любит. Конечно, Он тебя любит, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Он тебя любит, но Он сказал, что если ты хочешь пойти за мной, возьми крест, будь кроток и смирен. Если ты любишь Господа, ты ходишь за Ним, Он тебя любит. И знаешь, что Он тебе будет делать? Он тебя будет менять. А как Он тебя будет менять? Он будет сверхъестественно вмешиваться в твою жизнь, Он будет тебя обличать, Он будет тебя показывать. Некоторые думают, вот, например, у кого-то болели зубы. Ну, наверное, у всех болели зубы. И мы что стараемся делать? Есть два выхода. Выпить обезболивающее? Да? Или пойти к стоматологу? Чаще мы какое решение принимаем? Пьем обезболивающее. Почему? Потому что мы боимся стоматолога. Потому что нам легче заглушить какую-то боль. Правильно? Заглушить. А вось пронесет, а уже не болит. Ночь не спал, потом выпил. А, вроде бы все, не болит. А если к стоматологу, мы знаем, он туда полезет с зубилом и будет сверлить. И еще нам чек выпишет. А сейчас к стоматологу, если идти, это вообще серьезный чек. И больше всего, что более полезное? Стоматолог. А знаете, что самое интересное? Стоматолог-то полезней. Но мы бьем приемы безболивающие. То есть, и так вот люди, они то же самое происходят. Они говорят, ой, мне что-то все так плохо. Пойду к Господу. Поставлю свечку. Помолюсь. Помолился. Мама, не отвлекайте людей слушать Слово Божие, пожалуйста. Помолился. Помолился. Благодать сошла. Он говорит, ой, как хорошо. Я такой мир Божий испытал. О, все. Аллилуйя. С души камень упал. Обезболивающий принял. Но если ты хочешь, чтобы жизнь твоя изменилась, тебе надо позволить, чтобы Бог тебя обрезал. Чтобы Бог вырвал из тебя то, что болит. Чтобы просверлил и удалил весь кариус. Или аппендицит. Или еще что-то. Я вот сам из тех людей. Что-нибудь... Что-нибудь начинает хромать? А, ладно, сейчас это выпью, то выпью. Все нормально пройдет. Очень много людей, знаете, как узнают, что они больны раком, потому что на четвертой степени. Хотя симптомы были раньше. Но они говорили, а, это все фигня, это я на себя нагнал туда-сюда. А раньше бы пошли, проверились бы, убрали бы, и все было в порядке. Но мы боимся врачей. Мы натура такая, мы боимся. Потому что они делают нам больно. Но делают нам больно для нашей же пользы. То есть, смотрите, и садист делает больно, и врач делает больно. И те сделают больно, и те, и другие. Но мы почему-то, вместо того, чтобы по-настоящему пойти к Богу, мы идем к дьяволу. Мучай нас. Пока, только, чтобы терпимо было. Но по-настоящему к Богу никогда не идем. А Господь, Он любит нас. А в чем Его любовь проявляется? Он говорит, я начну операцию в твоей жизни. Я начну делать больно. А когда ты получаешь, что ты начинаешь чувствовать, что тебе больно? Когда ты начинаешь узнавать, какой ты. Вот если к тебе кто-нибудь скажет, тебя поймает на лжи и скажет, ты лжец. Ты сразу говоришь, ой, как хорошо мне стало. У тебя негативное отношение к людям. Ой, прям благодать. Не, мы злимся начинаем. Некоторых верующих даже не подойди, не обличи никак. Они сразу в обидки кидаются. Ты не любишь, ты не делаешь, ты все. Они, вот знаете, нам легко, понимаете, осуждать других людей. Потому что нам диагноз, мы такие все врачи становимся. Но когда мы живем по заповедям, когда мы начинаем видеть, какие мы, мы начинаем понимать, что мы ничуть не лучше этих людей. Мы так же больные. Нам так же нужна помощь, как и этим людям. Если честно, для всех, кто хочет осуждать. Обычно как? Родители осуждают детей. Вы не исполняете пятую заповедь должным образом. Дети на родителей. Мы всегда это, вот знаете, вот эта непримиримая война. Она всегда будет. Пока мы сами не поймем, что и нам меняться, и им меняться надо. И когда мы понимаем, что каждому из нас меняться надо, мы начинаем друг другу служить, а не друг другу тыкать. То есть, когда ты начинаешь, как бы, ну ладно, когда у тебя три зуба болит, а у него один зуб болит. Ну нам к обоим надо к врачам. Вы можете тогда друг другу сострадать и понимать друг друга. Вы что-то для себя берете, нет? Кто виноват в твоей жизни, что у тебя такая жизнь? Кто виноват, что у тебя такие дети? Кто виноват? Скажи, я. Я виноват. Я виноват. Я виноват, почему все так произошло. Потому что, ну вот никто из вас не может сказать, что, ну вот, не знал, какой будет через 10 лет жизнь. Но любой вам, любой, да даже вы сами, любой психолог, любой более умный человек, он скажет, вот как ты выберешь сегодня жить, такая будет у тебя жить через 10 лет. То есть, если Господь говорит, если ты выберешь Господа, будешь жить по западам, будешь видеть в чем-то несовершен, будешь приходить к Богу и сказать, Бог, помоги мне в этом, то через 10 лет ты будешь праведник, ты будешь благочестивым, у тебя будет доброе имя, у тебя будет окружение людей добрых, потому что подобное притягивает себя подобным. У тебя будет хорошее взаимоотношение с Богом, через 10 лет у тебя совсем другая жизнь будет. И ты увидишь, что твоя жизнь изменилась. Но это не происходит. Это шаг за шагом. Вот ты как проявляешь любовь. Вот вообще когда-нибудь, кто-то же однажды в жизни когда-нибудь влюблялся сильно во что-нибудь или в чего-нибудь. И вот ради этого Он мог делать невероятные вещи. Невероятные вещи. Вот Господь говорит, вот ты возьми вот просто, влюбись в Меня. И начинай делать. Вы знаете, когда Бог будет смотреть, смотри, прилагает усилия. Трудно. Плохо Ему. Не может. Стоит на колени, взывает ко мне. Что сделает Господь? Придет на помощь. Поможет. Но мы же хотим как? Мы не хотим проявлять свою любовь. Вот сейчас вот большая проблема, вот мы когда смотрим семейные, консультации семейные. Знаете, большая проблема? Мужья не умеют проявлять свою любовь к женам, а жены не умеют проявлять свою любовь к мужьям. Ну, есть такая вот проблема. Ну, с женщинами как-то более-менее лучше, а вот с мужиками вообще засада. Романтики вообще никакой. Никакой фантазии. Что делает, как в ролике, что делает папа, когда приходит домой? Говорит, маме, мясо давай, мясо давай. Мы не разучились проявлять любовь. Мы вообще разучились любить. Давайте еще одно место в описании. А, нет, сейчас найду. Вот вы пришли, да? Матфея, глава. Выйдя, Иисус шел в храм, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, как это будет, и какой признак пришествия твоего и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прессил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прессят. Так же услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на старство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Народ на народ, народ России, народ Украины. Вы когда-нибудь думали, что такое будет? Вообще? Ну вот оно, не ужасайтесь, это будет. Демоны будут стравливать людей. А для чего? Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидеть всеми народами за имя моего. Тогда и тогда соблазнятся многие и будут, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и пролистят многих. И по причине умножения беззакония, смотрите, во многих охладеет любовь. Почему мы сегодня в обществе видим, что люди не открыты к тому, чтобы помогать, быть милостливым, прощать? Да потому что в обществе беззакония настолько много. И поэтому любовь, она охладела. И даже в верующих, многих, любви уже нету. Они говорят, да, да, но надо. А нету любви. Потому что любовь это то, что дает жизнь. А если у тебя нету вот этой жизни, вот этой вот жизни с Господом, нету вот этого желания, нет взломотношений, Бог не дает тебе жизнь. Это говорит о том, что любви-то не было еще. Беззаконие, а не охлаждает любовь. Вот почему блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Блажен муж, который не смотрит телевизор. Блажен муж, который не проглатывает ненависть политиков восстать народ на народ. Блажен тот муж, который не говорит, этих надо убивать, этих не надо. Блажен тот муж, который ходит по заповедям, который делает добрые дела, который злом отвечает на добро, ругательством, благословением, милостью на другие вещи. Блажен тот муж, почему? Потому что все это беззаконие для одной главной цели, чтобы любви не стало. Не будет любви, не будет Бога. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и я в нем. Так говорит Писание. Поэтому, когда мы много боевиков смотрим, знаете, каждый из нас в это может попасть. Верующие уже в порядке вещей, что верующие друг друга предают, друг друга обманывают. Это в порядке вещей уже стало. И когда ты смотришь, ты видишь, что вот он, конец, вот оно, почему происходит. Любви нет. А чтобы любовь была. С чего начинается Родина, да? С картинки в твоем букваре. С чего начинается любовь? Ты начинаешь в смирении и в кротости достигать Царства Божьего. То есть ты пытаешься, чтобы вот этот, берешь этот ключик, чтобы он открывался. Один оборотик, второй. Потом потихонечку начинает предказаться. Шаг за шагом, шаг за шагом. Почему Писание сказано, совершайте свое спасение. Шаг за шагом. Ты ходишь, ходишь, ты молишься. Ты хочешь возрастать в любви, возрастать в своем послушании к Богу. Возрастать в своем смирении пред Богом. Первая мысль, которую я хочу, чтобы вы записали для себя. Когда ты, ты истинно узнаешь себя, какой ты есть, когда ты живешь по заприям. Ты сразу видишь, где ты гордый. Ты сразу видишь, где ты жадный. Ты сразу видишь, где ты непримиримый. Ты сразу видишь, где ты бунтарь. Ты сразу себя, сразу всего увидишь. И когда ты сам себя увидишь, тебе до других дела не будет. Тебе бы себя спасти. Слышали такую поговорку? Один человек, я где-то прочитал, не знаю, может быть, это народное, может быть, от человека. Когда было такое, когда я был молодой, я хотел изменить весь мир. Когда я повзрослел, я понял, что весь мир не изменю, думаю, изменю своих родных и близких. И только когда я составился, я понял, что надо было менять сначала себя. Настоящее смирение, это когда ты начинаешь познавать себя. Начинать познавать, где ты сам находишься. Что внутри тебя? Что хочет Иисус сделать? Иисус хочет показать, друзья мои, где есть грех в нашей жизни. А что такое грех? Грех это, ну, можно сравнить грех, что это, вот, взять нож. Ножом можно поранить, ножом можно уколоть, ножом можно убить. Все делает один и тот же нож. То есть, иными словами, грех, он что может сделать? Бывают какие-то, он причиняет раны человеку. Ну, просто какие раны? Некоторые раны смертельные. Человек начинает колоться, и бывает раз, рукуился, и он загнал себе вену, передозу, и этот грех оказался для него смертельным. А кто-то, например, ну, как говорится, людей ненавидит, 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 ну, вроде бы не смертельно, но в конце жизни у него желчь просто против людей, он просто кишит просто внутри. Это не сразу. Но мы видим, что душа его, она извратилась с годами. Я, когда с пустырами общался, приводили пример двух людей, которые ходили в церковь. Они всю жизнь ходили в церковь, они выросли даже в христианских семьях. И когда старыми сталами стали, у них, по-моему, не не рассудка было, разуму. Ну, лишились разума. И это в Германии были. И отдали это самое. А там есть дома престарелых, очень такие хорошие, не как у нас. И вот отдали, ну, как бы, чтобы там ухаживали, дома престарелых, там все, родственники. И они приезжают, спрашивают про детка. Ну, как там наш деток-то? Он говорит, да он вообще нормальный. В смысле, как, наверное, он утром просыпается, встает, постельку берет, за другими берет. Утки всем вынесет, утки принесет. Всем помогает. У него, понимаете, у него ума нету, но благочестие в жизни, оно настолько выработалось, что когда даже ум потерялся, у него на автомате служение людям, оно было. Милость к людям, она оставалась. А другая женщина, бабулька, она говорит, ну, когда ума, она постоянно, там, вот это говно, там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И она говорит, у нее желчь. И оба ходили в церковь. Что произошло? Мы увидели, что у человека выросло за все это время. В чем он прогрессировал во все это время. У меня однажды жена с нематочной беременностью попала в больницу. И там, так скажу, а когда в нематочной, когда операцию сделать, ты не можешь встать, ты можешь, как говорится, непроизвольно сходить в туалет. Ну, как бы, ну, кто-нибудь в больнице был, ну, был, кто-нибудь это знает, это вообще происходит. И Ольге это все произошло, и больно, и так неудобно. И там одна девчонка такая, фу, блин, вообще. И вот она вот так, вот, знаете, проявляла эту, как ее, вот эту вот, брезгливость, это все. И, говорит, я когда отклемалась, потом уже лежал, я там, ну, встану, там, постельку, ну, там тоже приводится операция. Служила, там, губы, там, ну, в общем, чтобы пить хочется, а пить нельзя, там, смочить, там, еще, ну, разной ложечкой, там, поводить мокрой. И я раз, ну, как бы, и потом принесли яблоки. И она, вот эта девчонка, которая вот такая, все, недовольная была, она ездила, ну, с ножа начала есть. Ей неверующий говорит, ты с ножа не ешь. Она говорит, почему с ножа не ешь? Да, говорит, ты и так злая, говорит, ты еще с ножа не ешь. Но самое страшное, что это оказалась жена дьякона в аптистской церкви. Я вам о чем сейчас хочу сказать, что, поймите, когда мы принимаем Христа в сути своей, мы начинаем смотреть, а какие мы в своем поведении люди. Мы добрые, мы развиваемся, мы порядочные. Вот знаете, вот, вот христианство, это увидеть в себе грех. Вот знаете. Если ты не понимаешь, не знаешь себя, то ты не знаешь других людей. Если ты понимаешь, то если тебе нужна помощь, тогда ты готов и другим помочь. Почему люди не готовы служить другим людям? Часто выражение, знаете, какое? Пусть сами о себе заботятся. Но на самом деле, когда-нибудь ты попадешь в беду, и что ты хочешь, чтобы тебе кто не пришел на помощь. Правильно? И когда ты начинаешь видеть себя, ты начинаешь быть более сострадательным другим. Вы такую пословицу слышали? А человека может только понять тот, который сам через это прошел. Вот мне кажется, иногда, знаете, Господь специально допускает нам пройти через многие трудности и скорби, чтобы разбить наше, в конце концов, каменное сердце, и чтобы мы, в конце концов, поняли, что надо людей любить, и людям надо помогать сострадать. Почему у меня? Ну, ты сам не хочешь. Ну, значит, через обстоятельства тебя приведу к такому, чтобы ты просто, понимаете, и это, а в чем есть любовь? Да любовь не в таблетке, в любовь в операции, поймите. Если Иисус хочет тебя спасти, значит, Он будет тебя оперировать, потому что, если не прооперировать, это рак тебя убьет. И поэтому не надо вещать, а, почему я в таких жизненных обстоятельствах, а, почему у меня так все плохо? Кайся, молись и меняйся. Пусть Бог вырежет у тебя вот эти вещи все. Пусть Бог уберет у тебя эти вещи. Позволь Богу сделать операцию в твоей жизни. Если тебя не избавить от гордости сейчас, то однажды Бог гордым противится. И однажды ты попадешь в такую ситуацию, что сам Бог встанет против тебя, и ты увидишь, как все разрушилось в твоей жизни. Почему? Потому что Бог разрушает. А если Бог что-то разрушает, человек не сможет этого удержать. Саввел, Саввел. Трудно тебе идти против вражна. Нам нужно понять, в чем есть любовь Бога. Любовь Бога проявляется в том, что Он нас меняет. В чем есть любовь Бога? Мы позволяем Ему менять меня. Я вижу себя, я знаю о чем. В свои слабые стороны я начинаю молиться. Я говорю, Бог меня и меня. Я хочу измениться. Я хочу научиться любить. Я хочу научиться жить праведной жизнью. Я хочу научиться быть Божьим человеком. Я хочу научиться быть небесным посланником. Я хочу очиститься. Я хочу себя спасти. Свободность, быть свободным человеком, это не просто, как говорится, я свободен от всего. Вот смотрите, какой я свободный. Гомики же призывают к свободе. Это асэкшн, революшн. Свободны же мы, ну что вы, пацаны? Свобода. Нам европейская гомосексуальная свобода не нужна. Нам и своих гомиков хватает. Они просто скрытные. И они говорят, это же свобода. Друзья мои, если свобода без Бога, это не есть свобода, это есть разрушение. То есть, по-настоящему, кто такой свободный человек? Человек, который может быть свободным от греха. Такому человеку можно дать свободу. Вот если человек может контролировать свои желания, свои похоти, он свободный. Вот как вот узнать, сильный ты человек или не сильный? Очень просто. Пример в спортзале. Пойдем, жим с лежа сделаем. Сколько ты тянешь? Я сто. А ты сколько? Тридцать. Вот твоя сила на тридцать килограмм. А его сила на сто килограмм. Как духовная сила? Пожалуйста, давай что-нибудь служение в церкви сделаем. И посмотрим, насколько ты тянешь. Иди послужи людям. Иди послужи людям. И посмотрим, насколько твоей силы хватит. Насколько у тебя терпения хватит. Насколько у тебя милости хватит. Насколько у тебя доброты хватит. Насколько у тебя прощения хватит. Вот тут и проявится, есть в тебе что-то или нет, и как много в тебе это. Потому что истинная любовь, она проявляется по отношению к другим человекам. Возлюбил Бога и возлюбил ближнего. И если, извини, когда пастор говорит, пойдемте проповедовать, давайте домашнюю группу организовать, давайте служение. И нету людей, это говорит о том, что нету любви к людям. Это показатель того, что мне, в принципе, все равно. А это натура сатаны, друзья мои. Если тебе все равно, то ты, как Иисус сказал, ты так же пройдешь, как этот, помните, кто ближний мне? И Иисус рассказал притчу, что одного избили, бросили, и фраисея прошел, и левит прошел, и только добрый сынарянин не прошел. Почему не прошел? Потому что у Самариянина было больше сострадания к человеку. То есть, я, наверное, очень сложную тему взял, друзья мои. Тяжело? Вы еще готовы меня послушать? То есть, если ты хочешь, чтобы Царство Небесное распространилось тебе, ну, слушай, ну, смирись тогда пред Богом. Смирись, начинай жить по заповедям, и начинай узнавать себя, и начинай работать над собой. Вставай утром и говори, Господи, помоги мне по заповедям твоим прожить этот день. Ну, вот честно, мы вот просто, я вот, ну, еще одно, давайте местописание. Откровение, 2 глава, 4 стих. Ну, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Помните? Кому он говорил? Не на обращенном. Он уже церковь писал. Вы много делаете вещей, много всего делаете. Ну, если честно, я, ну, не вижу, что у вас есть любовь. Я вижу, у вас есть религиозные дела, но я не вижу вашей, вот, я вот не вижу любви. Во многих охладеет любовь. Во многих. Поэтому вспомни, откуда, и покайся. Вот, давайте вот зададим вопрос, почему нету справедливости? Вот сегодня справедливости, вы знаете, я удивился, вот. Люди совершили преступление. Пошел в милицию. Мне сказали, если хочешь, чтобы, это, если хочешь, чтобы вот справедливость восторжествовала, вот такую сумму ты должен заплатить, тогда мы будем следствие проводить. В судах. Ну, давайте сегодня понять, что нету сегодня справедливости в обществе. Люди могут быть друзьями, люди могут жить в одной кровавартире, а когда расходятся, они вообще себя ведут, как будто это самое, будто не любили друг друга. Вот ты, ну, понимаешь, ну, понятно, что развод это тоже отсутствие любви. Но когда, извините, начиная там, ну, через суды, вот это вот, знаете, копейки делить, вот это все, это... Я понимаю, что нету любви уже у людей. Любви Божьей прежде всего, даже не друг другу, любви Божьей, потому что отсутствие Божьей благодати, Божьей любви, оно ведет тебя, что ты перестанешь быть порядочным, нравственным, честным, истинным. То есть, ты будешь религиозным, но ты, ну, ты будешь жить по традициям этого мира, как сатана учит, как сатана воспитывает. Честность среди верующих стала порядочность, справедливость, милость. Поэтому, когда мы действительно хотим, сейчас закругляюсь, когда мы действительно хотим, чтобы Господь прогрессировал в нашей жизни, и нету таких, знаете, таблетку выпил, у тебя все хорошо. Будет просто труд. Будет просто реальный большой, большой труд. И духовным человеком это знаешь? Кто такой духовный человек? Вот мне говорят, кто такой духовный человек? Я вам скажу, любой духовный человек, это человек, который смиренный. Посмотрите на всех. На Моисея посмотрите. Посмотрите на Авраама. Посмотрите на Давида. Посмотрите на апостолов. Посмотрите на отцов церквей Это люди очень смиренные были Это люди, которые прилагались усилия жить по-западям Я вам честно могу сказать, по-западям очень сложно жить Я вам скажу, что вы не сможете жить по-западям Потому что если бы вы могли жить по-западям То тогда бы не надо было Христу прийти Потому что законом не оправдается ни одна плоть Но когда вы будете видеть себя и вы будете работать над собой Ну например, кому-то сейчас легко, допустим, говорить Вот рядом будут деньги, он не сворует Кто-то говорит, вот этот грех, он во мне не имеет места А кто-то же сворует Кто-то вот не сможет осудить Говорит, вот у меня жена, она вообще осуждать людей не умеет А у меня это присутствует Хотя работаю над собой постоянно И у меня, слава богу, зажину Когда чик-то там тормозит Не надо осуждать людей А так хочется завестись Потому что ты вот только начнешь осуждать И потом вот такой газ И уже пошел И так все складно там Благословлять так не можем Как осуждать Духовные люди это смиренные люди Иисус Он что сказал Давайте еще одно место Откровение 3 глава 20 стих Смотрите, Иисус еще сказал Все стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой Я творит дверь Войду к нему И буду вечерять с ним И он со мною Я много раз читал этот стих Но этот раз мне по-другому Это все открылось Кто такой Иисус? Он царь царей Ему ли стучать в двери? Он может сказать Он может пнуть Выбить дверь Он может сказать ангелы Вынести эти двери Ни одна дверь не должна быть закрыта передо мной Я царь Но смотрите Он даже здесь Привил свое смирение Он говорит Послушай Я даже в твое сердце Не вламываюсь А стучу Может быть начнем Общаться Может быть начнем Разговаривать Может быть пустишь меня В свою жизнь То есть смиренный человек Он не врывается В жизнь какого-то человека Чтобы изменить его Он не врывается Он не выламывает Весь косяками Он Вот понимаете Жены часто Мужик Мужик хотят изменить Что делают? Перекрывают кислород Либо Либо секс не дают И потом мужики У телевизоров сидят Или у компьютеров Или еще что-нибудь делают То есть смирение Это перестать осуждать Других людей Это знать себя И работать над тем Чтобы То что в тебе Есть негативное Вот Молиться с Богом Общаться И поступать по западям Работать над тем Чтобы ты стал Христианином Понимаешь? То есть Я хочу просто Задать такой вопрос Вот когда Вот вы пришли в церковь Вы пришли к Господу Какая главная цель В вашей жизни? К чему вы стремитесь? Вот если вот так вот взять К чему вы стремитесь? Вы стремитесь на небо попасть? А что вы для этого делаете Чтобы на небо попасть? Что вы в своей жизни меняете Чтобы на небо вам был Открыт свободный вход? Я вам скажу Что очень многие сейчас Церкви превращаются в клубы Тусовок Вечерина Приятных хороших людей Но когда начинаешь смотреть Проходит год Проходит два Проходит три И ты видишь Что человек вообще не меняется И ты начинаешь видеть Что любви-то в нем Вообще не растет Любовь к людям Она не растет То есть духовность Это я ставлю свою цель Воскреснуть из мертвых Я ставлю свою цель Стать христианином Я ставлю перед собой цель Достигнуть Того служения И быть похожим На моего спасителя На Христа Вот это и есть духовность Когда я вникаю в себя В учения Занимаюсь над собой Молюсь Говорю Бог Прости меня Бью себя в грудь Не говорю О, я уже вот в этом помог Я вот в этом помог Ну, как бы Преуспел Как фарисей молился Я знаю себя Вот я стою Я знаю свои грехи А, вы скажете 15 лет верующих Еще нет Вы знаете На протяжении всей жизни Будет придется Бороться с грехом На протяжении всей Своей жизни Какие-то уже нет А какие-то еще есть Каких-то нет Но какие-то есть И я понимаю, что Когда меня Господь зовет На операцию Мне не хочется оперироваться Кого из вас Когда-нибудь Господь Уже звал Вот вы сейчас сидите И вы чувствуете Что вам нужно Порвать с какими-то Греховными вещами В своей жизни Вот вы чувствуете Что это есть Вот Бог говорит Я хочу это Убрать из твоей жизни Ты чувствуешь Что Бог тебя Уже призывает Переперывай Если это есть Внутри твое желание Если ты вот прям На протяжении Тебя пропусти Когда ты сидел И ты видел Что вот Ты говоришь Вот меняй Вот это Вот сейчас тебе нужно Молиться начать Просто взывать Богу И сказать Бог помоги мне Освободиться от этого Помоги мне Без тебя я не могу Пусть он Обрежет Пусть он Пусть он Сделает операцию Пусть он Сделает операцию Не важно Не важно Не важно через сколько Ты время проходишь Какие-то Какие-то Знаете Вот иногда Раковый опухоль Вырезают Удаляют Вроде бы нет А потом оказывается О еще есть И опять операция Иногда Ну иногда Какие-то вещи Греховные Придется Оперировать Годами Но все это Господь делает Только для одной цели Чтобы спасти нас От смерти Все это делает Только для одной цели Чтобы спасти нас От смерти Главная Его Задача Ибо так возлюбил Бог мир Чтобы всякий верующий Не погиб Но имел Жизнь вечную Вот суть Нашего Христианства Мы Мы не ищем Там таблеток Мы не делаем Нашего Господа Стариком Хатабычем Бог мы тебе Это дадим Мы тебе это дадим Благослови нас Благослови нас Главная его цель Спасти нас И спасение Оно начинается Изнутри 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 Я думаю Что Когда мы сейчас Будем давать обеты Я думаю Нам нужно В конце концов Сказать Следующий момент Что Принять решение Смириться Смириться Под креку Руку Божью И вознесет тебя Нам нужно Научиться Любить Потому что Единственное В чем живет Царство Божье Это в любви Бог есть любовь И везде И нам нужно Научиться Учиться По западному Я не могу Любить своих детей Учись Я не могу Любить своего Начальника Учись Я не могу Любить свою родину Учись Я не могу Любить своих врагов Учись Делай шаг за шагом Иди Накорми врага своего Купи ему Сникерс Скажи Будь благословен Улыбнись Учись Шаг за шагом Шаг за шагом По западу По западу По западу Я не могу Что значит не могу Нету слова Не могу Не хочу Не бунтую Не собираюсь Аминь Братья Аминь или не аминь Я не могу Смысл Не могу Можешь Не хочешь Давай Вот Подчинись Скажи Я помню Один брат Такой Говорит Людей вообще Не любил И постоянно Молился На протяжении Недели Бог Научи меня Любить Научи меня Любить Научи меня Любить Прямо Одна просто Молитва Была Бог Научи меня Любить Научи меня Любить Научи меня Любить Как Дух Святой Сошел Как Наполнил Меня Я так Открыл Глаза Я понял Что я Всех Любил Поймите В этом Ты есть Благодать В чем Ты Слаб Бог Даст Тебе Силу В чем Ты Слаб Христос Даст Тебе Силу В чем Ты Немощен Будет Его Сила Научи Потому что Любовь Прощает Поймите Везде Где Есть Любовь Там Вот Почему Люди Женятся Потому что Полюбили Друг 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 Почему Люди Разводятся Потому что Перестали Любить Друг 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 Почему Перестали Любить Друг Друг Потому что Пришел Эгоизм В их Отношениях Каждый Начал Одеяло На себя Тянуть Перестали Служить Друг Друг Перестали Покрывать Перестали Быть Милостивыми Перестали Служить Друг Друг И В итоге Грех Он Разрушает Любовь Созидает Везде Где есть Любовь Там Будет Созидание И Это Самый Большой Для Нас Вызов Самый Большой Вызов Меняться Самый Большой Вызов Это Работать Над Собой Не Смотреть В Сучок Глаза Брата Своего Друг Мой У тебя Такое Бревно У меня Бревно Знаете Какое Кедры Ливанские Потому что Я себя Знаю Если бы Мы Вот так Подходили К друг Другу И Перед Друг Другом Выписывалось Сразу Знаете Как В Компьютере Я Вижу Все Твои Грехи А Ты Вижу Все Мои Грехи И Мы Так Раз Подошли Друг Друг И Нет Не Будем Друг Друг Осуждать Мы Все Видим И Так Потому что Когда Ты хочешь Другого Судиться Он Сразу Говорит А я Тебя Вижу Какой Ты Чья Бо Корова Мычала Аминь Чья Бо Мычала Твоя Б Молчала Аллю Тебя Тебе Друг Тебе Продолжение следует...